Доброе утро всем, с вами Александр Шкудун и в этом видео хочу затронуть очень интересную тему, полагаю, она много будет полезна. Это касательно подписчиков на YouTube. Заметил очень странную штуку. Дело в том, что когда у тебя появляются на канале новые подписчики, циферка вот эта вот, которая возле красной кнопочки подписатойся, да, она растет якобы. Но здесь очень немаловажный фактор. Тебе на почту тоже приходит уведомление, что кто-то на тебя подписался. И смотрите, какая засада. Число подписчиков растет. Окей, там допустим на счетчике я вижу плюс там 7 человек каждый день. Ну допустим, возьмем цифру 7 абстрактную. Но на почту приходит уведомление, что кто-то один подписался на мой канал. То есть, не может ли быть такого, что из этих семи реальный человек только один? Как вы думаете? Напишите пожалуйста в комментариях. С чем это связано? Ну, во-первых, я уже сказал, что на почту не приходит уведомление об этих семи людях. Приходит там один-два человека, кто-то подписался. Я вижу, о, значит это живой человек. То есть, его можно перейти в его профиль, посмотреть, кто это такой. Остальные люди, кто это? И отсюда у меня начала вырисовываться картинка, что может быть сам YouTube, дабы каналы продвигать, ну не то чтобы продвигать, а скажем так, мотивировать того или иного автора на снятие нового видео, он просто циферку увеличивает количество подписчиков. При этом подписчиков реальных не добавляется. Это просто программа, да, это цифры, которые приятно греют душу автора. Типа у меня там 300 тысяч подписчиков, у меня 100 тысяч подписчиков. А по факту, если так разобраться и посмотреть количество людей, которые смотрят ваши видео, кажется, все не так радужно. И я смотрю каналы, которые почти миллионники. Там у одного паренька, не буду пока рекламировать. Кто это, может я потом сниму соответствующее видео. У него 975 тысяч подписчиков, при этом просмотров на каждом из его видео порядка 20 тысяч. Это может означать несколько вещей. Во-первых, то, что он пользуется активной накруткой. Далее, то, что просто люди как-то его нашли, подписались на канал и ушли в закат. То есть, им уже стало неинтересно его ролики или определенные ролики. Одни ролики они смотрят, другие нет. И, короче, поэтому так мало просмотров на его канале, на каждом из видео. Или еще один вариант, это YouTube специально ему повышают циферки, он стремится к миллиону, понятное дело. Но по факту реальных подписчиков у него нет. И вот странная закономерность. Может быть, вы тоже ее заметили, что, допустим, количество подписчиков у вас растет, но количество просмотров видео у вас не растет. Что очень странно, согласитесь. Если появился новый подписчик, там, новых 100, 200, 300 тысяча, 2 и так далее подписчиков, по идее, ваши видео должны смотреться большее количество раз. Нет, по-моему, очевидно и логично. Тем более, я не знаю, как-то очень странно. Ведь новые подписчики, если они подписаны, пришли с какого-то старого видео, что им не будет интересно посмотреть новое видео, тем более, если они подписались на вас. Я думаю, будет. А, соответственно, в новом видео циферка просмотров должна быть выше, чем обычно. Ну, это тоже логично, как бы, вкладывается в общую картинку мира, скажем так. Но нет, количество просмотров видео, там, у некоторых людей остается неизменным. При этом количество подписчиков якобы растет. А, как вы знаете, на YouTube важно не количество подписчиков, а количество просмотров. Потому что именно за просмотры, коммерческие просмотры, платить деньги. То есть, если у вас, там, смотрят вас, ваш ролик, 10 тысяч человек, но при этом у вас, там, 20 тысяч подписчиков, и если ролики ваши смотрят всего, там, 5 тысяч человек, но подписчиков у вас 100 тысяч или 200 тысяч, то больше вы будете зарабатывать на том канале, где у вас 20 тысяч подписчиков. Потому что, считайте, ваш ролик смотрят, там, 10 тысяч раз. И, знаете, к 10 тысяч раз, там, кто-то кликнет на рекламу, то есть, это примерно, там, 10 долларов получите за 10 тысяч просмотров. Ну, это плюс-минус. Абсолютно средний показатель. И не факт, что он у вас будет таким. Тут влияет множество факторов. Это и тематика вашего канала, собственно, и аудитория. Ну, короче, там есть факторы. Вот такая вот странная штука с просмотрами на YouTube. Я не знаю, напишите в комментариях, кто еще наблюдал за такими картинами. Напишите, как у вас, поделитесь личным опытом. Будет очень интересно почитать. И тем более, что это, ну, проблемы насущные. Это всегда актуальная тема. Не буду затягивать это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. И с вами, как всегда, был Александр Шкудун. Увидимся.